Как ты думаешь, Вертелкин, наука это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши Ну и Ну новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал Вертелкина? А вот это Крутилкин ужасно! И что делать? Набрать в поиске Ну и Ну. Ну и слушать. Ужасно! Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы Ужасно интересно все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Существует собачий проездной билет. У многих дома есть питомцы, но немногие могут отпустить четвероногого в самостоятельное путешествие. Жителю американского города Сиэтла повезло. Его черный лабрадор по кличке Эклипс очень самостоятельный и если хочет погулять, не отвлекает хозяина. Пес сам ездит на автобусе в парк для животных, пару часов бегает там по горкам и прыгает через барьеры, а затем снова садится в автобус и едет домой. Интересно, что у собаки даже есть свой проездной. Пассажиры любят и знают умного песика и всегда с удовольствием гладят его во время поездки. А знаете ли вы, что... Существует подземный переход для лягушек. Специальный лягушачий подземный переход построили в Литве. Дело в том, что каждую весну земноводные спешили к водоемам, чтобы отложить икру. И путь из леса лежал как раз через оживленное шоссе. Маленькие лягушки то и дело норовили перейти дорогу в неположенном месте. Заканчивалось это чаще всего плохо. Тогда специалисты построили для малюток настоящую подземную переходную систему. Два подземных перехода имеют длину более 300 метров. Внутри они скользкие и гладкие, что очень удобно для зеленых пешеходов. Лягушки перехода освоили быстро и теперь переходят дорогу правильно. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Избежать аварий на дороге поможет телефон. Не секрет, что аварии чаще всего случаются из-за невнимательности. Дети и взрослые иногда переходят дорогу на красный сигнал светофора в наушниках или вообще глядя в телефон. Теперь же телефон будет предупреждать пешеходов, если рядом появится автомобиль. Программа собирает данные умных светофоров. В результате телефон определит приближение машины за 100 метров от пешехода. Аппарат начнет вибрировать и обратит внимание пешехода на то, что он в опасной близости от машины. Приложение будет бесплатным. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.